Вы уже назвали, что две таких оппозиции. Определенно это московские депутаты. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, министр внутренних дел Украины, говорит о третьей оппозиции. Я не знаю, как вы можете это характеризовать. Называет ее ультра-националистической оппозицией. Возможно, для наших зрителей станет сейчас каким-то таким необычным моментом, кто же может войти в эту оппозицию. Просто хочу, чтобы вы прокомментировали, хотя, возможно, это и какое-то немножечко абсурдное заявление. Эта оппозиция, по мнению Вадима Денисенко, хочет занять место Владимира Жириновского. Вот так вот он говорит. А кто туда войдет? Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Захар Прилепин, Игорь Гиркин и так далее. Эту новую оппозицию можно условно назвать ультра-националистами, желающими быть большими националистами, чем Путин. Так сказал Денисенко в одном из эфиров. Как вы считаете, это такие догадки? Либо же сегодня мы можем видеть, что есть необходимость в Российской Федерации создания даже такой оппозиционной силы? Не знаю. Я не соглашусь с этим списком людей совершенно. Объясню, почему. Когда мы говорим про оппозицию, это должны быть политики. Люди, которые себя позиционируют, как минимум, как политики. До этого мы перечисляли, не знаю, Пономарев, Фейгин, это политики. Навальный, Яшин, это политики. Кто там еще есть? Ну, из таких самых популярных. Каспаров, Федорковский, это безусловные политики. Вы сейчас перечисляли людей, Ройзман, естественно, политик. А сейчас вы перечисляли пропагандистов. Все, кроме Стрелкова, это пропагандисты. Пропагандисты не являются политиками. Они работают за зарплату, работают на администрацию президента. Если им завтра будет платить кто-то другой, они будут работать на кого-то другого. У них нет никаких идей. Поэтому они не могут быть оппозицией. Они исполняют то, что им скажут. Среди всех, кого вы назвали, есть Стрелков, который действительно является уже сегодня оппозицией к Путину, которого, ну, наверное, не знаю, можно ли назвать это именно национализмом, но это, безусловно, правая оппозиция. То есть оппозиция патриотическая, оппозиция, которая требует более решительных действий. Которая выступает, как минимум, против Минобороны и постепенно, похоже, начинает выступать против Путина. Вот это явление, которое происходит в связи с нашим наступлением. Что те, кто раньше выступал только против действий Шойгу, например, сегодня уже начинают выступать против Путина, требуя более решительных действий. Стрелков, пожалуй, это самый яркий человек, но Зюганов туда примыкает уже сегодня. А также туда примыкают отдельные депутаты от Единой России. Сегодня депутат от Единой России тоже потребовал провести мобилизацию. В свою очередь, кстати, сам Путин остается на нынешних позициях, потому что Песков сегодня указал, что мобилизации не будет. И, в частности, указал господину Стрелкову, Песков, пресс-секретарь Путина, что всему есть предел, так сказать, что вот эта критика властей, она должна вестись в рамках вот этих драконовских законов, которые ограничивают действительно всю оппозицию, которая не может ничего толком сказать. Да. Продолжение следует...